Дух воплоти Это поможет вам не только повысить свои вибрации и постоянно пребывать в состоянии любви, но и станет вашей самой надежной защитой, поскольку даже сущности высшего астрала уже не смогут проникнуть в ваше энергетическое пространство. Вы станете невидимыми и для многих людей с низкими вибрациями, что поможет вам без труда отсеять ненужные связи и знакомства. И все это произойдет само собой, самым естественным образом, в соответствии с законом Вселенной. Подобное притягивает подобное. И сегодня я дам вам одну практику, которая поможет вам удерживать нужную высоту и не выпадать из благословенного потока Вселенской безусловной любви. Назовем ее Дух воплоти. Для этой практики вам нужно будет войти в медитативное состояние и призвать всех своих небесных помощников. И затем, растворившись в тонком мелодичном звоне пространства любви окружающим вас, представить себя в виде силуэта, состоящего из крошечных частичек этого звона. У вас больше нет физического тела, оно рассыпалось на эти мелкие частички безусловной любви. И остался лишь ваш силуэт, земное воплощение вашего Духа, который продолжает жить в несвойственном ему мере низких вибраций, но соприкасается с ним лишь опосредственно, оставаясь одновременно в своем, божественном мире. Это будет выглядеть так, что чистый Дух спустился в мир Третьей Плотности, чтобы помочь ему преобразиться. И таким чистым Духом может стать каждый из вас. Конечно, это получится у вас не сразу. Поэтому я предлагаю начать привыкать к этому состоянию во время медитации, постепенно пытаясь сохранять его и в вашей повседневной жизни. Это будет происходить у вас поэтапно. Первый этап – удержание в себе чистого Духа во время медитации. Второй этап – удержание его в себе в самые счастливые моменты своей жизни, находясь на природе, во время общения с любимыми людьми, с маленькими детьми, с животными. Третий этап – не выпадать из этого состояния, занимаясь своими повседневными делами в спокойной, тихой обстановке. Четвертый этап – пребывать в этом потоке, находясь на улице, среди незнакомых людей или у себя на работе, где волей и судьбы собраны самые разные люди. Пятый этап – не выпадать из этого состояния, оставаясь островком безусловной любви в самых сложных, стрессовых для простых смертных ситуациях, тем самым заряжая окружающих вашим спокойствием и верой в то, что все происходит на высшее благо всех. Насколько трагичным не выглядело бы это с точки зрения людей третьего измерения. И даже если вам покажется, что они не принимают это и считают вас бездушными, холодными, непонятными, их души почувствуют ваше состояние и будут вам благодарны за вашу безусловную любовь и полное приятие произошедшего, что является единственной правильной реакцией любой души на полученный земной опыт, каким бы жестоким ни казался он на первый взгляд. На этом мы остановимся сегодня. Любящий вас безмерно, Отец-Абсолют говорил с вами. Послание приняла и начитала Марта. Сайт Возрождения. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...